Гигиена, экология или социальные факторы. Что из этого в большей степени формирует здоровье населения? В рамках 13-го Международного медицинского конгресса участники симпозиума попытались ответить на этот вопрос, каждый по-своему, представив свои научные работы и доклады. Мой доклад был о состоянии питания курсантов МГУ, то есть о качестве их питания и о том, как это может отразиться на их здоровье. В работе симпозиума приняли участие не только студенты, но и преподаватели, научные сотрудники, интерны и практикующие врачебные специалисты. Симпозиум, прежде всего, предназначен для решения таких очень злодневных вопросов, касающихся среды обитания всего населения. А что тут говорить? Ведь среда населения, она и формирует, сколько человек проживет. Вот очень часто идут научные дискуссии, где, в какой стране хорошо жить. Да очень просто посмотреть, в какой стране дольше живут, там и лучше. На мероприятии уделили внимание теоретическим и практическим вопросам в области профилактики болезней, наиболее часто встречающихся у населения. С помощью компьютерного моделирования специалисты проследили взаимосвязь между условиями труда и состоянием здоровья работников промышленности на Дальнем Востоке. Естественно, рассматриваются вопросы и моделирования процессов состояния здоровья, прогнозирования и решения этих проблем с учетом особенностей нашего Дальневосточного региона. Отдельного внимания заслуживают представленные на симпозиуме результаты исследований наноцентра ДВФУ. Научные сотрудники исследовали угрозу от угольной пыли. Этот невидимый враг с годами все чаще встречается в атмосфере, а защитить от него не может даже ультрасовременный противогаз. Снимки, чем мы дышим в помещении, это называется «лучше не смотреть». Понимаете, мельчайшие частицы. Нас спасает то, что природа нас наградила, мягко говоря, или обеспечила защитной барьерной функцией легких эпители. Как только функциональная роль эпители как защиты снижается, вот эти наночастицы проникают в организм. Все представленные доклады и исследования позволят определить вектор развития здравоохранения в Приморье и сделать работу специалистов более эффективной. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.